Всех привет и приятного просунда, господа. Мы продолжаем проходить FIFA 19 за Arsenal London. И у нас перейти в 1 февраля 2024 года. Трансферы у нас закончились в прошлой серии. Это вы видите, и прекрасно. Серия записывается заранее, потому что у меня освободилось чуть времени, но выпустить я не могу, потому что у меня было электричество, только недавно включилось, и из-за этого такая ситуация, что это заранее будет запись. Ну ладно, я уже сказал. Ну что, у нас против Матчестер Юнатед игра. Переходим по составу, который у нас будет играть против Матчестер Юнатед. Левый фланг. Что у нас с левым флангом-то? Нормально все. Так, правый тоже меняется. Пациент у нас тоже меняется. Здесь пока у нас ничего меняется не будет. Так. Центральный полу-защитник. Вот он ты. Место Джаки. Это вообще 87. Ты очень хорош на самом деле. Так, ты у нас травмы центральный защитник получаешь. Ты у нас меняешься. Тебя. Правый защитник тоже меняется. А вот левым я не знаю, что делать с левым. Левый опять остается левым. В данный момент у нас. Ну все, вот такой состав у нас будет уходить против Матчестер Юнатед. Мы будем играть. Я вот так не посмотрел внимательно. Сейчас мы узнаем, где мы будем играть. Мы играем в гостях. Понятно. Играем в гостях. Это уже второй круг у нас пошел. Очень сильный соперник. В данный момент мы таблицы первое место занимаем. Делим мы первое место, если не ошибаюсь, средства растить. У нас по одинаково по очкам. Да блять. Ну куда так? Ооо. Это начинается, начинается, начинается. Вот тут тысяча, тут даю тысяча, когда я пробегаю так, да? И даже не сбиваю гол. Офигенный класс. А попал. Замечательно. Ну что, переходим к матчу. Слушаем лучших комментаторов. Всю неделю не утихали разговоры об этом матче. И благодаря этому очень большой спрос на билеты был перед этой игрой. Мы ведем прямой репортаж со знакового спортивного события. Манчестер Юнайтед играет против Арсенала. Здравствуйте, друзья. Друзья, футбол на Улт-Траффорд это всегда первоклассное зрелище. Константин Генич и Георгий Черданцев сегодня с вами. Да, сегодня замечательная афиша у этого матча. Встречаются две высококлассные команды и мы ждем хорошего. Ясно, на соперничество Арсенала и Манчестер Юнайтед больше 100 лет. Тут вам и словесная перепалка тренеров до матча. И беспощадные стыки между футболистами во время игры. Ну а что уж тут говорить о болельщиках? Трибуны просто закипают. Матч Арсенал-Манчестер Юнайтед это всегда сопредельный уровень шума и эмоций. Состав Манчестер Юнайтед. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Смотрим состав Арсенала. Эта команда тоже выбрала схему 4-3-3. И похоже они также решили сделать упор на фланговых игроков. Продолжение следует... Ну что, вот начинается у нас матч. О, бля, пропустили. Точнее, промазали, бля, в защите. И тут у нас перехват не получается. Матчистер у нас снова остается с мячом. И мы перехватываем обычным моментом и даем пас вперед. По флангу, но фланг у нас не справляется. Да ладно. Да ладно. Сыграем на матч 23. И тут удар по воротам. У нас Лена справляется с этим ударом. Опа. И мы с мячом. Хороший пас. Снова пас. Продолжаем игру. На фланг переводим обратно. И еще один пас. Только был не тошный. И того игрока, который хотелось бы. Ну, мы с мячом остаемся. Мы атакуем. Снова у нас пасы. По флангу. И тут навес будет. Только дальние штанги. Да. Только он был закрыт. Этот игрок. Ну что, теперь у нас Мачеси Юнатед может перейти к контратаку. Но при этом у них пока у них ничего не получается. Мы перекладываем мяч. Снова пас. И снова пас. У-у-у. А тут не надо было пас давать. Он одиночный был. Там ничего страшного не было. И мы успеваем за мячом. Это так было прекрасно. Но не то, что опять пас. И мы опять теряем этот мяч. Опять нам перехватывают мяч. Блять. Ну, куда такие пасы вы даете тупые, а? Господа. Все-таки важный матч на самом деле. Соперник не из слабаков. Ну что, а мы продолжаем свою игру и заканчиваем, грубо говоря. Все, конец у нас. Закончился у нас весь матч. Грубо говоря, слишком много пасов в середине поля. У нас до сих пор ему линию тренирует. Мачи с Венатой. Тут такой пас. Офигенный бомб. Удар от ворот. Ударом от ворот. Да, ну это замечательно. Ну что, даем обычный пас. Вот я вижу, он один, одиночный. Кто-нибудь к нему не простает. Давай, мы продолжаем дальше. В середине поля мы уже снова не то, что пасом делаем. И тут такой хороший переход до матча 17-го. Может, хорошо сыграть для них это. А, ну как еще у них играет. Нифига пару событий. Так, у нас угловой наше ворота. Идет 26-ая минута первого тайма. Хороший перехват. Ну, точнее, билая мяч в аут. Это замечательно просто. Но эта игра не окончена. Это только продолжается, господа. И еще впереди у нас, может, много чего ждет. И мы перехватываем его. Чалов у нас мячом. Дает пас на фланг. С фланга на Чалова. Ну, Чалов там сражался. И мы снова с мячом. И Чалов у нас мяч получает. Ударяет поворот. Он ничего не выходит. И опять пас. Но пас был нетошный. И опять матча Сюнатыс, блядь, не дает нам нормально. Ударит поворотом. И тут мы с мячом. Блядь, они хорошо прижимают. На самом деле. Блядь, Николай Ани ногами играет. Ёма. И ваут выбивает мяч. Мяч в игру ведут футболисты Арсенал. Очень опасный был момент. Очень опасный был момент. Чего у нас с аута? Все наши игроки, большинство, блядь, на их половине поля. И мы стараемся через этот фланг опять пройти. Блядь, через этот фланг ничего у нас не получается. Это очень плохо. Ну давай. Это опасный момент и удар поворотом он мимо. Как жаль, блин. Мимо ворот. Ну что, отдаем опять пас. Не будем прям торопиться. В данный момент еще время у нас есть. И тут такой хороший пасик у нас выходит. Вперед. Блядь, что-то кажется, что у нас защиты меньше, чем, блядь, в атаке в данный момент. И даем навес. И хороший был такой, блядь, настрой, чтобы забить гол. Блядь, что-то не было. Ну что, мы дальше продолжаем игру. Хороший пас снова. Снова у нас пасы. Да, блядь, ну тут-то как-то, блядь. Не, вот что-то они вышли в этом матче какой-то не слишком хорошо, блядь. Это может нарушение быть. Не, нарушения нету. Мы спокойно перехватываем себе мяч. И три минуты добавляет дополнительного времени первого тайма у нас. Так, пас. Пас, ну давай выходи, Чалов. Ё-моё, ну что-то ты у нас не особо пошел еще в игру. Нашу команду. Мы с командой на перерыв говорим об этом бутнично, потому что очень бутнично. Ну или вообще. Ничья пока в этой встрече. И надо сказать, что от гостей мы ожидали немного другой. Надо бы им поактивнее и поувереннее играть в атаке. А вот оборона играет традиционно здорово сегодня. Да, это замечательно. Рад. Очень рад. Итак, игроки Манчестер Юнайтеда разыграли мяч и игра началась. Ну что, переходим ко второму тайму. Пока у нас не особо все интересно. Только здесь в середине поля у нас действуется игра. И нам кажется, надо будет менять себя центр полузащиты. Слишком у нас устали не отри пару игр. Надо им дать отдохнуть. Хороший пас. Снова пас. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Ну, понятное дело. Тут уже больше никуда ничего не творится. И тут такой хороший пас. И удар по воротам, но мимо будет. Активнее выглядит эта команда. Пытается идти вперед, но не повезло. Тренеру момент тоже понравился. Он приободряет команду. Нужно продолжать делать то же самое. И гол обязательно придет. Да, уверены. Так, у нас удар от ворот. От мачетерских. Посмотреть, что придумает их не воротарь. Я думаю, будут выбивать, скорее всего. А выбивает прям пашина нашего Чалова. Так, в следующую игру играет мачетерский над против полков. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Да, блядь. Ну, как так можно играть-то, а? Так, фланг у нас открытый. Центральный защитник. А мы против Лидерпуля. Второй матч у нас серьезный соперником будет. Самый простой и надежный способ в такой ситуации просто-напросто вывить мяч. И хороший выходит ЦАП у нас. Один на один. Почти воротарем. Его ударяет по вороту. Ну, воротарь вытаскивает этот мяч. Че? Еще пенальти? В желтой карточке еще пенальти? Офигеть просто. Ну, че? Бьем туда. И он угадывает. Все почувствую угадывает воротари, бля. Мы опять не забиваем пенальти. Не ведет мне пенальти. Фифе 18-й, так же, как и Фифе 19-й. Воротари хорошие здесь, да. Идет на угловой. Переходим на угловой. Мы сразу же... Давай-давай. Симу у нас есть, но... Дух может что-то упасть с нашего игроков. Точнее, мотивация. Потому что мы, глядя, не забиваем пенальти. Особенно и тот персонаж, который у нас бил пенальти. Надо будет Чалу дать, да? Ну, пей! А, не успевает. И мы переходим. Ну, там контратака, но там Сиош-1. Я думаю, они смогут разыграть его. Мы теперь меняем на Гиндузи. У нас будут выходить Гиндузи. И нападение тоже меняем. В данный момент. Чалуф у нас так и не может разыграться в нашем... В нашем группе, друг говоря. Сейчас попробуем другого еще у нас. Еще у нас игрок есть. Ну, давай, тарань его нафиг, а. Опасный удар. Все спокойно. Двена справляется у нас. Ну, господа, перехватываем спокойно. Так, мяч наш. На фланг переводим. Ну, так хорошо все шло-то. Прекрасно-то, а. Как обидно. Мяч у нас перехватывает. Теперь контратака. Матч из Юнатед. Но мы справляемся с ним. И мяч у нас остается. Ай, не успевает наш игрок. И идет на угловой мяч. Что было? Ну, как у нас получает желтую катушку. Замечательную просто. Грубая игра. Да, грубая игра была. Не спорю об этом. Так, у нас снова главой. Снова мы бьем. Ну, мяч, ну. Ну, какой шанс. Ну, воротар просто вытаскивает этот удар. Рекинзи у нас на поле. Ну, бей, Кундузи. Ты можешь забивать все-таки. Как не повезло. Но у него не может ничего сделать. Со мной, скорее всего, он может расцвести. А может и нет. Но 79 до него уже возраста, я думаю, скорее всего, это уже, блядь, слишком мало. Я так заметил, тут фифетчу не особо сильно развиваются. Игроки, которые не играют. У нас травма, что ли? Ёб твою мать. У нас травма. Блин, опять травма. И вот эта травма мне не нравится. Просто они убивают над состав. И левый фланг. Левый защитник. Ну, как так можно? У меня три левых защитника, имеющие травму. У меня ни одной левого защитника нету, нифига, блядь. Отчумей просто. Иди правый, блядь. У нас теперь правый там будет играть. Ёб твою мать. А у меня левок нету. Все, у меня закончились все левые. Вот это мне повезло. Купил левого, блядь, у нас, я месяц влёк. И теперь у меня все левые защитники легли, бля. У меня проблемы с левой защитой. Но если покупать зимние трансферы, ну, летние трансферы левого защитника, это уже просто слишком дофига мне их будет. Они там уже восстановятся. Ну, получается, будем и правую полузащиту туда ставить. И правую защитников, потому что больше делываться нам некуда. Блядь, ну куда так бить-то, блин, а? Ну, спасает Вена у нас, спасает ворота. Заебись. Так, справляется наш игрок. Хотел сказать защитник. Ну, какая разница, может, и защиту он прописать в данный момент. И тут такой навес. Пока еще все нормально. Мы перекладываем мяч, ведем в атаку. Ай, блядь, я так и думал, что этот догонит этот. Но я ждал какое-то чудо, чтобы кто-нибудь выскочит. Может, Манчестер игру продолжает. Хороший вынос мяча из штрафной. Так, может, с желтым кому прилететь. Вижу тебя на фланг. Давай, беги, 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 фланг. Навес. А, не получается, не получается у нас навес. И тут Манчестер побеждает, с ничем остается. Даже, конечно, игроков поменяли. И смысл пошел нам не дало. Ну, куда вы за... Ну, как ты-то от него уходишь-то? Три минуты добавляют дополнительные времени у нас. Желтая карточка на нашим игроку. Так, удар от ворота у нас будет. Ну что, продолжаем мы дальше игру. Ну, куда такой пас давать? Ну, все. Конец матча. 0-0, господа. И так мы ничего не смогли сделать. Ну, обоих команд были большие шансы забить гол. Проблема футбола. Ну, блядь, травма вела у защитника. Это еще большой крак, да. Ну, консерватизм вообще не предполагает каких-то особых прорывов. Вот так им надежнее кажется. А может, поменять могут что-нибудь сделать? Ну, вряд ли. Да, игра была замечательна. Ну что, далее. Что по общей сведению у нас? 0-0 по голам. Ударов 6-9. Ударов 2-4. Владимиром 52-48. Распорт по мячам 5-8. Нарушение 2-1. Желтых 2-1. Трама 1-2. А у нас 2 травмы еще. Овсайды 0-0. Главы 2-2. То, что удары 30-44%, то, что пас 84-8%. Вот такой у нас матч. Трудный был матч, скажу честно. Очень трудный матч был. Даже могли бы прииграть в нем. Также могли и выиграть в нем. Так, 1 февраля 4-2024 года ничего не происходило. Никаких матчей. Только мы сыграли, грубо говоря. Сейчас посмотрим, что у нас изменится. Да, вход в полуфинал кубка. Я только не знаю, что за полуфинал кубка. У нас через один день игра. Вот это тоже не продумка. Фи-фи до сих пор тут. Ну, хоть не в один день это тоже самое. Хорошо. Так, на 8 недель он получает травмы. Это очень плохо. На 2 месяца у нас не будет. Левого защитника вообще никакого. А мы переходим к тому, что надо менять состав. У нас состав слишком уставший. Так, левый фланг у нас меняется. Правый фланг у нас тоже меняется. Центральный нападающий у нас меняется. На тебя. Ты сначала его меняешь в данный момент. Вот, стана защитника, чтобы я видел хотя бы его здесь. Так, окей. Левый фланг. Тебя на него меняем. Будешь у нас чуть-чуть в защите играть. Так, 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 так. Что ты у нас вообще умеешь? Так. Напор. Перехват. Вообще не о чем. Он такой позитив тоже. Ведение полера. У него скорость есть и все. Больше у него ничего нет. Нифига. Защита у него слаба. А кто у нас есть еще? Сделай фланг. Это правый. Нет, тем более не аты. Чисто центральный ты. Это тоже центр. Чисто центр полузащиты. Бля, хуёво. И хоть защита есть. Бля, ну, кажется, правого придется ставить. А еще где правого у нас есть? И я всех продал уже правых. Что-то я не понял. А правда у нас нету правых. Ёпты мая. Надо правого защитника искать. Окей, ладно. Пока ты у нас здесь побудешь, ладно. Фиг с тобой посмотришь, что-то здесь где-то выйдет. Я думаю, очень плохо. Так, центральная защита у нас в любом случае меняется не на тебя, а на тебя. Это травмы данный момент имеет. Ты тоже сам у нас меняешь на него. Меняем тебя. Ребят, ты у нас травмы сам нож. Так, ЦАП у нас меняется. Стараем по защите то же самое. А тут Джака у нас выходит. Вот ты, Джака. Все замечает. Так, и право фланг. Все, так он у нас состав будет. Ну, не особо суперский. А что делать? Больше нам делать нечего. Защита у нас вообще слаба будет. У нас игроков нету в данный момент. Но один день отдыха это просто слишком жестоко. Прежде чем перейти к игре, я хотел бы сейчас еще здесь посмотреть. Тут пока у нас все в минус. Но тут минус, на самом деле у нас плюс. Мы имеем 30 миллионов, это уже замечательно. Так, не то. Что-то я хотел еще посмотреть. А, не, все здесь, все здесь, все здесь. Так, молодежный состав. Давайте посмотрим. Никого к данному моменту у нас нету. Здесь, увы. 19 февраля он заканчивает свою работу. И он куда-то отправлять дальше. Будем. Окей. А мы дальше переходим к игре. Точнее, игре мы уже... Ну, я перейду, конечно, только будем. Я буду... Ну, не буду снимать. Увидимся в конце лучших моментов этого матча. Ну что, господа, мы снова здесь. Давайте посмотрим, что мы это матч против Ливерпуля. На 25-й минуте мы забиваем первый гол. Он делает, если не ошибаюсь, 14-й гол в своей карьере англ из Премьер-лиги. Хороший был контратака, на самом деле. Хороший пас от Гендузи. И он забивает гол. Ну, такие дела, господа. Такие дела. Поздравляем игрока. Молодчина. Продолжаем дальше. Гол на 57-й минуте. На втором тайме мы пропускаем Триверпуля. Хороший у них... Да, блядь, тут сам игрок, блядь, накосячил, получается. Ёптвою мать, а. А тут пасом от нашего игрока. Ошибка защиты. Да, такие дела. Так, промах от Виверпуля. 64-й минуты. 64-й, что ли? 63-й получается. Чо, младчина. Так, замечаю. 63-й. 81-я минута. Чех наш спасает нас. Мяч летится. Мохамед Салал. Какое шикарное спасение. Великолепную реакцию демонстрирует. Ну что, продолжаем мы дальше. И еще один на 98-й минут сейф. Да, был очень опасный момент. Здесь он вылетает из рук вратаря. И тут еще один удар. И если бы этот удар вратарь бы не вытащил бы, он бы забил бы гол. Но тут нам везет. И он отбивает не чисто руками, а как-то боком получается. Фигу знает. Ну и самое главное, что он отбивает. Он это самое главное. И у нас счет 1-1, господа. Мы против Ливерпуль сыграли со счетом 1-1. Как и против Машистер Юнайт. И только сыграли 0-0. Посмотрим по голам. 1-1, ударов 3-13. Видите, какое преимущество Ливерпулю было. Ударов с Твором 2-10. Владимир Мячом 50%. Отбор Мяча 4-5. Нарушений нет, ничего нету. Лавы 2-4. Тот же ударов 66-76%. Тот же пас 84-92%. Ну такой у нас поворот событий. Мы проиграли, грубо говоря, игру. Но при этом сыграя на ничью. О, как сказал я. Прям прелесть. Прям прелесть. Вот такие дела, господа. Да, у нас впереди игра будет Лига Европы. Но при этом мы это увидим в следующей серии. На этой серии мы сейчас перейдем к развитию игроков. А давайте, может, даже... Нет, нет, отмена. Отмена, отмену будем делать обязательно. Так, ты у нас играешь уже в основном составе почти. Но только ты у нас заменяешь левого защитника, грубо говоря. Только если я левый защитник, я так чувствую, это вообще крах. Так, давай ты у нас поднимаешься. Батареи так и не ушли у нас. А вот у нас левый защитник один уже скоро будет готов. Это просто замечательно. Так, пол, защита кого-то еще надо, да? Не? Гендузи, все? Все. Пиксел закончил, понятно. Два Белика, значит, тебе, блин. Подкачаем. Смотрим, что у нас тут есть. Повышение у нас никто не получил. Более-менее... Вообще-то плохо потренировались они в этом... На этой неделе. Что там по новостям у нас? Сборную нам в Мексико прилагает. Я отклоняю. Я сборную здесь вообще не буду никак участвовать. И полное выздоровление. Замечательно. Это просто хороший расклад. В данный момент. Но прежде чем куда-то уходить, я хочу перейти. Таблицы английской премьер-лиги. Они здесь. Тут даже матчи в Санат у нас играет. А мы до сих пор стоим на первом месте. Но это не слишком... Не слишком... Как вам сказать? Как вам сказать? Не слишком... Идеально. Потому что у нас на одну игру больше любого другого. Можно сказать. Так. Так. У нас по-любому перегоняет Вестер и Эвертон. Если они побеждают. ТТХМ не догоняет нас. Но приближается к нашему... Я чувствую тут может быть борьба. Матч из Сирсити 37 очков. А тут кто по 40 имеет. ТТХМ приближаться может. А Эвертон и Сирсити могут прямо к нам подойти. Ну точнее перегнать нас. Ну ладно. Это все еще впереди. Игра у нас дофига. А на этой ноте мы остановимся. Увидимся в следующей серии. Других прохождений. Все, удачи вам. И пока.